Март 2018 года. Основные события в марте связаны с Брестским миром. 3 марта они заключили мир, потому что правительство проголосовало. Надо было ратифицировать его еще. Основные баталии проходили на 7 съезде РКП, то есть правящей партии, и на 4 съезде Совета, который уже считался парламентом. 7 съезд Компартии прошел 6-8 марта 2018 года в Петрограде. Поскольку экстренный съезд был в связи с тем, что мир заключает, там множество партийных организаций не было представлено. На самом деле, с кворумом были проблемы. Считается, что более половины членов партии было представлено какими-то делегатами, но там весь съезд шли споры по поводу мандатов, и то же самое творилось и на 4 съезде Советов. Поскольку все экстренно собиралось, спорили, и большевики в столицах, там, где они контролировали, они от всяких липовых организаций ставили депутатов, или там, в случае съезда Компартии, ленинская группировка ставила всяких липовых депутатов и так далее. В общем, бардак стоял, и Ульянов этим пользовался. Причем, седьмой съезд РКП, он проходил конспиративно, то есть они скрывались и опубликовали все эти протоколы только в 23-м году, потому что вопрос о мире с Германией. Ну, Ленин, естественно, там выступал за мир, против Ленина выступил Бухарин, который выступал за революционную войну, а также Троцкий, который предлагал мира не заключать и армию распустить, и там пусть партизаны немцев едят. Ну, кстати, позиция Троцкого не такая идиотка, как потом Сталин представил, потому что действительно страна большая, и в Украине они потом порядочно партизаны немцев ели, и могли есть также из центральной России, то есть не такая уж глупая. А в Германии была уже сильная нехватка ресурсов на 4-м году войны, и может быть это бы тоже и сработало, между прочим. Ну, значит, 30 голосов против 12-ти была принята Ленинская резолюция, заключить мир, то есть фактически капитулировать перед Германией. И на том же съезде 8 марта они переименовали партию в компартию, в коммунистическую, то есть до съезда они назывались Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, РСДРП, и после съезда Российская коммунистическая партия, то есть демократию брали из названия партии. И Ленин весь 18-й год громит демократию, демократия нам не нужна, это обман, нам нужен террор, диктатура и так далее. На съезде Советов уже там были большевики, левые эсеры и некоторые анархисты. Там против мира выступали левые эсеры, в общем, против мира выступали все, кроме Ленина. Группа Бухарина пометалась, пометалась и воздержалась. В общем, в результате в целом прошло предложение о мире, фильм об этом потом сняли, по именным голосованием кажется. Ну и эсеры на съезде совершенно правильно говорили, что мира этой стране не даст. То есть на самом деле то все, что говорили эсеры на съезде, это исполнилось. То есть вместо Германии будем воевать с Антантой. Это тут же и началось. То есть ни с какой Первой мировой войны страна не вышла таким образом. Наоборот, эта капитуляция перед Германией была одним из факторов, который гражданскую войну углубил. Союзники Антанта теперь стали поддерживать всячески белых, потому что считали, что воюют с Россией, и белые это их прямые союзники на российской территории. В результате в Европе мир наступил в ноябре 1918 года, а Россия воевала до начала 1921 года еще. 15 марта окончательно был ратифицирован Брестский мир. На юге известной эпопеи происходит ледовый поход. Ну, Красный Ростов и Новочеркасск в феврале еще взяли. Каледин 11 февраля покончил жизнь самоубийством. То есть первый лидер Донской республики. В этих условиях руководство белых, то есть Корнилов, Алексеев, Деникин, они решили отойти к Краснодару. Там была независимая Кубанская республика, решили они отойти на юг. Дело это, в общем, то, что там удалось убежать. То, что из Центральной России офицеры побежали на Дон вместе с Корниловым, Алексеем и так далее. И к концу февраля у них был, в принципе, примерно на полк на самом деле. То есть называть это армией было слишком громко. Иногда они называли первая добровольческая дивизия это все. Но мы сейчас, в общем, называем добровольческая армия, потом это действительно в армии выросло, это все правда. 20 февраля 18-го года добровольческая армия переправилась на левый берег Дона. Сконцентрировались в станице Ольгинской, где они реорганизовали вот эту всю армию в три полка. Там офицеров было много, кстати, было много частей маленьких, то есть все хотели быть офицерами, естественно. Но они повысили всех званий там, в этой Ольгинской. То есть, в общем, всем давали надежду, что скоро они будут полноценными командирами. И пошли на Екатеринодар. В основном красные части их превосходили в численности. То есть вот эта вся маленькая армия, она воевала с превосходящими красными частями. Но красные части это в основном были банды. То есть они были малоорганизованные. Вот эти организованные офицеры, они в целом их побеждали, но они несли потери. Ну вот пока они шли по Кубани, 14 марта красные взяли Екатеринодар все-таки, которая обороняла кубанская армия, то есть армия кубанских сепаратистов Кубанской республики. Но обороняла тоже эта армия плохо. Как и сибиряки, кубанские демократы все время апеллировали каким-то демократическим институтам, а надо было давно уже именно армию создавать, и кубанцы тоже, как и сибиряки, это дело запустили. Ну какие-то силы у них были, все-таки казаки они. Вышли кубанцы из Екатеринодара, Корнилов узнал об этом, что Екатеринодар взяли, и решил повернуть к черкесам, которые, как он считал, по религии будут против все равно большевиков. 5-6 марта они уже двинулись в горы кавказские, разбили там несколько крупных отрядов красных по дороге. Очень долго их там ловили по этим горам большевики, и 11 марта им удалось все-таки в каком-то ауле соединиться с кубанскими частями, такими же разбитыми, измотанными и так далее. В это время как раз погода внезапно испортилась там, пошел дождь, шинели были льдом покрыты, выпал снег в горах, температура была минус 20, и как раз вот это вот название всему походу, вот эти вот события, которые были в самом конце, они придали название всему походу, то есть ледяной поход. И как раз в это время, вот в этих условиях всеобщего оледенения, 28 марта был бой крупный у станицы Новодмитриевской, совместный бой как раз добровольцев, то есть корниловцев и казаков. И как раз после этого боя они по ледяной степи несколько переходов сделали, вот это все теперь называется ледяной поход. Ну, героическая страница в истории белого движения, то есть небольшая группа людей в таких условиях, когда все вроде было против них, она смогла сохранить вот эту армию добровольческую, которая потом стала основой массового сопротивления действительно на этой территории. В Сибири Дербер, правительство Дербера доехало до Читы, увидели, что там тоже красное, и поехало в Харбин. Вместе с ними в Харбин еще приехало где-то 25 человек из Сибирской областной думы. И потом по меридоку из Красноярска руководство сибирских областников освобождали, они тоже все драпали в Харбин. Им там дали вагончик, где сидело правительство Сибири, над вагоном был бело-зеленый флаг, и более-менее их там Хорват разместил в городе нормально, всех этих членов правительства. В Харбине было где-то 70 тысяч человек, из них около половины русские. Харбин считался, КВЖД считалось в аренде России, то есть КВЖД считалось Россией. Жители Харбина, которые были подданными России, они были экстратериальны, то есть они подчинялись, имели свое собственное управление, которое считалось российским. Имела, собственно, городская администрация, полиция, но в основном они там работали со своими китайцами, то есть в основном управлял городом именно Хорват. В Харбине было 7 тысяч евреев. В общем, выводы какие из этого, что Хорват, естественно, никаких большевиков там не допустил, и вот эта территория Харбины и КВЖД оказались еще одной территорией России, не под контрольным красным, так же, как вот районы Дона и Кубани, в которых были краски казаки, тоже красным не подчинялись и воевали с ними. В Харбине был, так же, как во всех городах, в 1917 году создан комитет защиты Родины и революции, после того, как учительное собрание разогнали, они там власть сохранили. Этот руководитель Владимир Александров стал это все называть дальневосточным комитетом защиты Родины и учительного собрания. В основном там сидели кадеты. Как позднейшие события показали, как раз кадетские правительства самые стабильные были у белых. Естественно, кадеты были связаны с местными предпринимателями, имели какие-то средства этот комитет, поддерживали их в основном военные местные, и они также в хороших отношениях были с китайцами, пытались у китайцев тоже какие-то деньги у японцев достать, потому что, ну, красная власть это что, это грабежи, то есть они практически сразу начали грабить там японские всякие поезда на железной дороге коммунисты. Ну, это вызывало сразу протесты союзников, даже пытались границу перекрыть, и, естественно, союзники японцы и китайцы начали все поддерживать белых местных, которые обещали навести порядок. При этом комитете практически сразу начали создаваться военные подразделения, но они были разные, то есть был Харбинский добровольский офицерский состав, отряд Орлова, был Исаул Семенов на границе. Ну, вот офицеры, которые бежали в Харбин с территории Сибири, их в основном брал себе Семенов, потому что они сначала попадали на Семеновскую территорию, вот, который на границе сидел, и там несколько станций взял. Там им обещали сразу, сейчас вот в бой пошлем, потому что они как раз на чету наступали у Семеновцы, и часть офицеров они просто сразу в бой хотели, сразу записывались к Семенову, и все, в атаку там очередную железнодорожную станцию брать. Вот, то есть в Харбин, где уже сидел Орлов, там мало попадалось, кстати, они немножко конфликтовали. Кроме того, был генерал Самойлов, это начальник охранной стражи КВЖД, потому что КВЖД, там у них свои железнодорожные войска еще были за времен царизма и временное правительство. Они тоже как бы отдельно были, тоже так непонятно, куда они были. И еще был уже отряд Калмыкова, отряд уссурийских казаков. То есть это казаки, которые от красных, опять же, убежали. На КВЖД и были независимы, и тоже собираются воевать обратно, отвоевывать в Дальний Восток. И как раз на фоне вот этого всяческого бардака первый раз вспыл Колчак. Колчак в это время вообще уже служил англичанам. Он, короче, решил, что с Россией ничего нормального не будет, буду все равно воевать с немцами. И он через Шанхай собирался в Месопотамский фронт идти и там воевать с турками и немцами. Колчака с полдороги возвратили и под приказом его отправили в Пекин в распоряжение русского посла в Китае. Колчак не хотел. Англичане его приказали, чтобы он там шел, поднимал белое движение, раз он русский, все, вот там пусть и воюют с немцами. Из Пекина его переправили в Харбин, и в Харбине его назначили как раз главой всеми вооруженными силами КВЖД. То есть всеми вот этими отрядами перечисленными, чтобы они не комплектовали авторитетного человека, пригласили Колчака, полярного исследователя, хорошо известного такого, ну, эффективного жесткого руководителя, вот его пригласили это все дело возглавлять. Ну, в общем, Колчак в какой-то степени правильно не хотел, потому что они не хотели... Все равно Колчака тоже не слушали, ни Семенов, ни Калмыков, и они, честно говоря, Колчака не слушали. Даже когда он возглавлял Сибирь и Российское правительство, они и тогда не плевать хотели. Тем более, когда его только что назначили, они тем более все время хамили, не подчинялись, и делали, что хотели. Они Семенов и Калмыков такие люди были. В это время то же самое Сибирское правительство пытается создать какое-то единое, опять же, правительство всего Харбина из этого комитета дальневосточного, из местных самоуправлений, которые либо на КВЖД находятся, либо Семенов их освободил. Они пытаются стать какое-то единое правительство и этому правительству подчинить все вот эти различные отряды. Отряды Дальневосточного комитета, отряды охранной стражи, отряды Семенова-Калмыкова пытаются все это дело объединить. Ну тут все опять сыграли все партийные разборки, потому что в Дальневосточном комитете в основном кадеты, в Сибирском правительстве в основном СР. К тому же в Сибирском правительстве значительная часть евреев, а евреев они там в Харбине знали, у них там 7 тысяч евреев жило, считали, что это просто торговцы, сейчас они будут тут нам болтать и ничего не делать, что в значительной степени для СР, по крайней мере, характерно. То есть как бы так вот у них, у белых Харбина немножко национальное отношение и политическое к этому правительству совпало. То есть они считают, что там сидят, во-первых, леваки, во-вторых, евреи. Иначе иметь с ним дело не надо. То есть я опять же говорю, что это не моя позиция, чтобы не обвиняли, пересказывая именно объективную историческую ситуацию по газетам, потому что историки сообщают. Вот. Значит, ну вот в общем эти все беспорядки привели к тому, что Антанта она пыталась, конечно, все поддержать, это воютериско было, она не понимала, кого поддерживать, потому что все ругались. И военные, и политики. В результате, в общем, ну союзники послали им Колчака, надеялись, что он их там организует. Колчак пока особенно так ничего не смог. Япония решила сама все это дело, значит, организовать. Вела переговоры с сибирским правительством, предложила ему следующее, что если вот будет японская поддержка этому сибирскому правительству, то вся монополия на все сибирские ресурсы попадет Японии, имеется в виду на промыслы, на добычу полезных ископаемых. И на территории Сибири будет равенство прав граждан Японии и граждан Сибири. Ну, естественно, сибирское правительство это не подписало. И то есть японцы решили тогда поддерживать Семенова-Калмыкова, то есть этих атаманов, которые были сговорчивы, им было пофигу все, потому что они были маленькие, но такие злобные, агрессивные, амбициозные. Значит, в таких условиях члены группировки Дербера, они тоже на самом деле не сидели, они поняли по событиям в Томске, что надо армию организовать, наконец-то на них доехала, и они начали организовать армию. Против этого стали бороться китайцы, которые сочли, что тут у нас какое-то новое правительство, и у нас свои армии на китайской территории организуют, потому что охрана КВЖД это ладно, это охрана КВЖД. Семенов это казачий атаман, вроде как он просто со своей, так сказать, бригадой. А вот тут какое-то сибирское правительство и сибирскую армию пытаются сделать это уже по нарушению китайской территории. Ну, я думаю, что и японцы их отравливали, раз они не договорились с Дербером. Вот, то есть мешали им китайцы, в то же время сибирское ПАС, вот это вот сибирское правительство, оно имело, потому что они эсеры, они имели сеть в Сибири. И они начали с этой сетью работать, то есть начали организовать сибирское подполье в марте интенсивно, вот это харбинское правительство, посылали курьеров, посылали деньги. Несмотря на всю сложную политику считаться, они денег опять достали, и в Харбине достали, и с собой они увезли. В частности, за март, по сообщениям историкам, они в Томск 100 тысяч рублей отправили на подполье, в Иркутск 70 тысяч, и в Читу 50 тысяч. И как потом события покажут, деньги у сибирского подполья были там, Гриша Налмазов будет хвалиться, он там в Томске, но множество человек просто у него на зарплате были, ничего больше не делали, только занимались организацией восстания. Ну, то есть, несмотря на все проблемы, в Сибири началась подготовка антибольшевистского восстания, первые уже белые вот эти все отряды формируются, воюют даже Семенов. В общем, дело идет.